В преддверии Нового года жизнь в Казанском федеральном университете насыщена яркими событиями. О самых свежих новостях ты узнаешь в новом выпуске Универньюз. В студии Кристина Зеединова. И мы начинаем. Подвели итоги уходящего года. Каким был 2017 год для Казанского федерального университета? Как спастись от инфаркта? Совет от специалистов университетской клиники. Новогодний подарок от Универ ТВ. Кому досталось 5 килограммов мандаринов? Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении почти 10 миллиардов рублей российским вузам. К участвующим в проекте ТОП-5100. Согласно этому распоряжению, Казанский федеральный университет получит почти 472 миллиона рублей. Напомним, что государственная поддержка предоставляется только тем ведущим университетам России, которые были отобраны по результатам конкурса. А теперь к остальным новостям. Казанский федеральный университет организовал пресс-конференцию, на которой были подведены итоги года. На этой конференции побывал и наш корреспондент Олег Кашин. Какие темы поняли на самой важной пресс-конференции года, ты узнаешь в следующем сюжете. Казанский федеральный университет 28 декабря организовал специальную пресс-конференцию в информационном агентстве «Татаринформ». Конференцию, посвященную главным достижениям Казанского федерального университета за 2017 год, провел сам ректор университета Ильшат Гафуров. Также участие в пресс-конференции приняли проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по экономическому и стратегическому развитию Марат Софиулин. Уходящий год для университета был сложным, это подчеркнул сам ректор университета, но несмотря на все сложности, Казанский федеральный университет значительно улучшил свои показатели по многим направлениям. Должен сказать, что год уходящий был непростым для нашего федерального университета, связано это было прежде всего с теми событиями, которые происходят вокруг нашей страны, по той простой причине, что мы являемся участниками глобального рынка, как образовательного, так и научно-исследовательского. Сказать, что все свои обязательства, которые мы брали перед коллективом и перед руководством страны, мы по итогам года можем проинформировать, что мы их исполнили. Важной темой обсуждения стало признание Казанского федерального университета республиканским центром инноваций в области технологического и социального предпринимательства, робототехники и персонафицированной медицины. Такое решение было принято Министерством образования и науки России по результатам конкурсного отбора в правительственный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций». Ильшат Гафуров выделил достижения в образовательной деятельности, повышении позиций в рейтингах КУЭС, международное сотрудничество, привлечение большого количества иностранных студентов, а также создание нового музея имени Николая Лобачевского и возрождение одноименной премии. В заключении встречи с журналистами Ильшат Гафуров поблагодарил их за интересы и внимание Казанскому университету, активное участие в его жизни и продуктивное с ним сотрудничество. В наступающем новом году он пожелал продолжить совместную работу в формате максимальной открытости и пригласил представителей СМИ чаще бывать в гостях у университета. Али Акашин, Роман Самарин, Универ Ньюс. Совсем немного времени остается до главного праздника – Нового года. Впереди нас ждут праздничные дни, которые не обойдутся без застолья. Но для многих людей переедание и пассивность может стать серьезным фактором риска. Наш корреспондент Анна Глазунова пообщалась с врачом, где узнала все о сердечно-сосудистых заболеваниях. С каждым годом все чаще встречаются случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Причин этому много, но основными считаются генетическая предрасположенность и неправильный образ жизни. Каким образом изменяется сердечно-сосудистая заболевание и кто все-таки входит в группу риска? Давайте разбираться. Это будет пациент женского пола, чаще в возрасте старше 65 лет, имеющий высокое артериальное давление, имеющий повышенный уровень холестерина. У нас лавинообразный вырос уровень сахарного диабета, распространенности, ожирение. Инфаркт – это проблема, которая обусловлена закупоркой коронарных сосудов сердца. Пациентов с инфарктом миокарды сейчас уже спасти можно. Но на этом фоне у них в дальнейшем развивается сердечная недостаточность. В университетской клинике Казани уже есть свои положительные результаты. За последние неполных пять лет у нас смертность от инфарктов миокарды снизилась от 16% до 5%. То есть больше, чем в три раза снизилась эта смертность. С 2001 года в рамках российского исследования ПОХА специалисты университетской клиники наблюдают за почти тремя тысячами людей, которые проживают на территории Республики Татарстан. Врачи выясняют, как развивается заболевание и как появляется сердечная недостаточность. Мы можем сказать, что за это время немножко выросло количество людей, которые имеют артериальную гипертонию. Это основной фактор риска и причина сердечной недостаточности. Для того, чтобы избежать этого заболевания и не попасть в группу риска, необходимо соблюдать всего несколько простых правил. Физическая активность, питание, уменьшение массы тела, борьба с основными факторами риска. Высоким давлением, диабетом, измененным уровнем холестерина, снижать уровень холестерина. Вот, вероятнее всего, самые простые компоненты, о которых мы должны всегда помнить. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний – достаточно сложная работа, за успех которого ответственен как врач, так и сам пациент. Необходимо уже в молодом возрасте следить за своим здоровьем, чтобы таких проблем в будущем не возникло. Анна Глузнова, Ленардо Валитьяров, Универ Ньюз. Новый год считается семейным праздником, который непременно нужно отметить за большим столом в кругу семьи или друзей. А на столе традиционно присутствуют салат оливье, шампанское и, конечно же, яркие солнечные мандарины. Наш телеканал о преддверии Нового года провел розыгрыш 5 килограммов мандаринов. О том, кто же стал победителем приза, ты узнаешь в следующем сюжете. У многих мандарин ассоциируется зимой и празднованием Нового года. Обычай дарить эти фрукты на праздник появился в Китае. По традиции, отправляясь в гости, нужно было обязательно вместе с другими подарками преподнести хозяевам два мандарина. Такой же подарок получал от хозяев перед уходом и сам гость. Для китайцев мандарин – символ финансового благополучия, богатства, успеха, любви, счастья и долголетия. А словосочетание пары мандаринов на китайском языке созвучно слову «золото». Наш телеканал «Универ ТВ» провел розыгрыш 5 килограммов мандаринов. Мы отработали модель с розыгрышем кофе в том месяце. То есть кофе-тайм нам реально предоставили огромное количество кофе, если не ошибаюсь. Там было 5 литров, несколько сертификатов. И мы решили в честь Нового года разыграть 5 килограммов мандаринов. Почему у нас в этом году все с пятеркой? Потому что телеканал исполняется все-таки 5 лет. Исполнилось вернее уже. И поэтому решили в этом году все розыгрыши делать с цифрой 5. Обладательница сладкого и яркого приза стала выпускница Казанского федерального университета Рената Шакирова. Это очень неожиданно. И в общем у меня была такая ставка, типа, если я выиграю мандарины, то приедут мои гости. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Казанский федеральный университет разрабатывает технологию умного дома. Какой институт занялся проектом и для чего он необходим университету, ты узнаешь прямо сейчас. Стало известно об ограблении дома главы Роснану Анатолия Чубайса. Здание находилось под охраной технологии «Умный дом». Ограбление произошло еще летом. Ущерб оценивается хозяином дома в 70 миллионов рублей. Злоумышленники вынесли оборудование для умного дома и 13 телевизоров. Возможно, Анатолию Чубайсу стоило воспользоваться технологией разработки другой компании. Сейчас этим занимаются не только коммерческие фирмы. Казанский федеральный университет занимается проектом разработки своего умного дома. «Умный дом» — это информационно-аналитическая система, которая обеспечивает автоматизацию многих процессов, которыми сопровождается эксплуатация жилых помещений, промышленных сооружений. Проект проводится Институтом вычислительной математики и информационных технологий. Он будет реализовываться на кафедрах анализа данных и исследования операций, технологий программирования и информационных систем. Помимо этого, ожидается партнерство с другими институтами, заинтересованными в проекте. Такой широкий охват структур университета связан с широтой работы. Проекту необходимы специалисты в областях информационных систем, аппаратной составляющей и программирования. Казанский федеральный университет каждый год нарабатывает новые партнерства с промышленными компаниями. Поэтому средства и ресурсы для разработки такого проекта доступны ВУЗу. Уникальность, ну это, конечно, та самая буйная, неудержимая фантазия наших студентов, которая позволит найти некоторые интересные инновационные подходы и решения к построению системы. Причем не только с точки зрения такого инженерного проектирования, но и коммерциализации этих решений. Для студентов Института вычислительной математики и информационных технологий это отличный проект для повышения своей профессиональной квалификации. Технология «Умный дом» может использоваться на благо Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Ленар Довлетьяров, Универньюз. На этом наш выпуск подходит к концу. С наступающим Новым годом и до новых встреч!